Резистор с сопротивлением 160 Ом и конденсатор емкостью 3,3 мФ. Входные клеммы подключены к источнику питания, а падение напряжения на резисторе и конденсаторе мы будем измерять вольтметрами. Что же происходит, когда входное напряжение растет скачком? Мы видим, что напряжения на конденсаторе и резисторе менялись постепенно. При этом сумма этих двух напряжений была равна напряжению источника. Сначала конденсатор не заряжен, поэтому напряжение на нем равно нулю, и все входное напряжение падает на резисторе. По закону Ома ток в цепи при этом максимален. По мере того, как заряд конденсатора увеличивается, напряжение на нем растет, а на резисторе падает, и ток зарядки уменьшается. Когда конденсатор заряжается полностью, напряжение на нем становится равным входному, а напряжение на резисторе равным нулю, и ток через него не течет. Оценим время, за которое заряжается конденсатор. В процессе зарядки характерные напряжения на конденсаторе и на резисторе можно считать одинаковыми. Время зарядки равно заряду, деленному на ток. Отсюда время зарядки равно произведению емкости на сопротивление. И это понятно, чем больше емкость, тем медленнее заряжается конденсатор. А чем больше сопротивление резистора, тем меньше ток зарядки. Давайте проверим эту формулу. Наш резистор имел сопротивление 150 Ом. Емкость конденсатора равна 3,3 мФ. Тогда расчетное время зарядки равно половине секунды, что мы и наблюдали в нашем опыте. А что происходит при отключении входного напряжения на клеммах нашей РЦ-цепочки? Конденсатор разряжается не мгновенно, но за то же самое время, за которое он заряжался в предыдущем опыте. А напряжение на резисторе имеет такую же величину, но с обратным знаком. Так что сумма напряжений на концах РЦ-цепочки равна нулю. Мы знаем, как заряжается и разряжается конденсатор. А теперь подадим на нашу РЦ-цепочку знакопеременные импульсы прямоугольной формы, которые повторяются с периодом в одну секунду. При каждой смене знака напряжения конденсатор не успевает полностью перезарядиться, и в результате прямоугольный сигнал преобразуется в пилообразный.